Привет! Это ежедневные игровые новости All In, меня зовут Даша Островская, и давайте же посмотрим, что случилось в играх за последние сутки. Экшену Dying Light исполнилось 5 лет, но разработчики все еще активно его поддерживают, и даже выпустили обновления с более легким уровнем сложности. Если вы устали бояться зомби, то теперь зомби боятся вас. Как раз по случаю пятилетия в игре целый месяц будут проходить особые акции, каждая из них продлится неделю. Вчера стартовала первая, в которой можно будет охотиться на прыгунов и добывать чертежи взрывчатки. Кроме того, появился новый крюк, которым можно сбрасывать зомби с крыши. Если у тебя нет игры, то не расстраивайся, все эти выходные в сервисе Steam она будет совершенно бесплатной. Но вокруг Kerbal Space Program 2 продолжается непонятная движуха. Сначала игру забрали у создателей оригинала и передали студии Star Theory. Теперь же игру забрали и у них, передав ее совершенно новой студии в Сиэтле, у которой пока даже названия нет. Сюда же уйдет руководство предыдущей команды, руководитель Джереми Эйблс, творческий директор Нейт Симпсон и продюсер Нейт Робинсон. Что у них там творится и как это скажется на сроках разработки, совершенно не ясно. Но напомню, что Филиппо Фаланге, создатель и идейный вдохновитель оригинала, свалил из проекта еще в 2016 году, а за ним такой стройной толпой ушел целый ряд ключевых разработчиков. Epic Games анонсировала второй сезон второй главы Fortnite. Он будет посвящен бойцам невидимого фронта, шпионам, агентам и разведчикам. Совершенно секретные организации «Тень» и «Призрак» начали свободный прием всех желающих. Так что выбирайте сторону и вперед охотиться на секреты конкурентов. В новом сезоне придется тайными ходами пробираться на базу врага, вычислять шпионов и добираться до главного босса. Ну а еще в игре появится Дэдпул, но в каком именно виде разработчики пока не осознаются. Спустя пять лет «Ведьмак 3» продолжает приносить хорошую прибыль. CD Projekt Red сообщила, что за последние полтора года только в сервисе Steam игра собрала 50 миллионов долларов, что дало ей право на скидку. Теперь Steam забирает не 30, а 20% с продаж. Тем временем стоимость компании достигла 8 миллиардов долларов, что делает ее второй по величине европейской игровой конторой. Больше только Ubisoft, там около 9 миллиардов. Вот только в Ubisoft работает 16 тысяч человек, и они выпускают блокбастеры каждый год. Ну, как видите, значение имеет не только количество, но и качество. Ну и на сегодня это все. Пусть твой день будет таким же легким, как поставить лайк этому выпуску и написать комментарий по одной из новостей. Ну и крутых длинных выходных. Возможно, у тебя наконец-то найдется время почитать ту книгу, которую ты давно откладывал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!